Здравствуйте! Сегодня начинаем очередную передачу с цикла проба пива. Продолжим исследование продукции соседних областей Сахангельской. Сегодня у нас пиво Вологодское золотое, как понятно из названия, сделано в Вологодской области на Вологодском пивоваренном заводе в городе Вологде. Данное пиво поставляется в таре 1 литр, крепость его 4,5% Экстрактивность начального сусла 12% Состав пива вода, солод ячменный, рис, хмель, дрожжи пивные. Как следует из состава, можно заметить, что пиво содержит не только солод, но и рисовую клюпу. Данные продукты применяются в пивоварении. В основном их добавляют с целью, как сказать, сэкономить немного на сырье, Либо сделать какие-то оттенки вкуса. Ну, здесь, я так думаю, скорее всего, добавлено крипа для того, чтобы хотя бы чуть-чуть сэкономить. Сзади приведено целая россыпь медалей на этикетке. Предупреждение традиционное, что продукт не рекомендуется людям младше 18 лет. Написано, что сварено по фирменной немецкой технологии Golden Zip. Что это такое, можно узнать, наверное, в интернете посмотреть. Пиво у нас написано светлое, не пастеризованное, фильтрованное пиво. Срок хранения месяц, то есть выпущено 15-го, 2-го, 17-го, дата окончания 16-го, 3-го, 17-го. То есть практически ровно месяц. Что ж, открываем данную бутылку. Пока вот пиво доставал, образовалась пена в нем. Поэтому, оп, будем наливать сейчас в кружку. Как можно заметить, в данной кружке у меня пиво практически все сорта дают пену. Ну, может быть, это связано с тем, что кружка, во-первых, узкая, во-вторых, я наливаю. Может быть, не совсем правильно. Значит, пиво у нас действительно светлое, написано золотое. Ну, оно, да, немножко оно не как традиционно светлое, все-таки потемнее. Вот если посмотреть внимательно. Все-таки оттенок чуть-чуть более темный. Пена, пузырьки мелкие, с включением крупных пузырьков. Оседает довольно, как, умеренно. Хотя шапочка потихонечку попадает. Попробуем на вкус. Чувствуется хмелевая горечь. Пиво, ну, немножко для светового пива чуть-чуть есть некоторое привкус. Вот действительно, вот чего-то такого от рисовой крупы. Возможно, дается этот привкус или что-то такое вот странное немножко вкус. Хотя, в принципе, по составу и по самому способу изготовления данный продукт больше напоминает изделие пивных гигантов, а не продукцию маленьких пивоварен. То есть, это что-то вот такое более, ну, не знаю, какое-то более стандартное пиво, чем какие-то изюминки в нем. Ну, хотя, в принципе, можно отметить, что у него есть некоторые оттенки, которые отличают его полностью стандартной продукцией, которые не различаются ничем, кроме этикеток. Тут все-таки какой-то оттенки есть. Не могу сказать, это совсем уж такие оригинальные. Кстати, заметно, что шапка пива довольно быстро ушла. Да и пузырьки из пива уже уделяются довольно слабо. Ну, такое вот пиво варится у нас в соседней области Волододской, представляется в Архангельскую. Стоимость пива порядка 140 рублей, 139 рублей за литровую бутылку, что, в принципе, для еще купленной в торговой сети, крупной, сетевой. Ну, как бы сказать, средний уровень, не шибко уж, совсем дешево. И есть сорта, которые значительно дороже стоят. Так что, завершаем обзор. Пиво, можно сказать, попробовать можно, ну, я бы не сказал, что это пиво станет частым и постоянным спутником тех, кто любит пиво. Где-то оценка примерно что-то такое троечка, наверное. Ну, может быть, даже около тройки. Продолжение следует... Продолжение следует...